привет здрасте хочу поговорим о чем хотите политика история война война давайте войне и вопросы у вас есть у меня вопросов нет это вам все понятно вы разбирались разбирались даже наверное но примеров причина вторжения россии в украину разбирались вопросе я об этом как бы не думал так вы сказали что врачи напай как можно знать ответы если ты в этом вопросе даже не думал причины понятны а что у нас назовите украли назовите мне хотя бы одну партию в украине тихни бог например в татир не бог пашка партия что там пашского факельные шерсти на украине там не знаю факельные шествия это фашизм ну я думаю да советском союзе загулять и факельные шествия нет сейчас факельные шествия ссср пожалуйста керчь 1973 год в честь комсомольцы проводить проводят как или 6 22 июня вот пример комсомольцы с факелами вот это уже более поздний период вот более ранний период 70-е года тоже с факелами дальше это получается в советском союзе был ваш правильно или может факельные шествия это не признак кодов из мы так я уже только что прочитал скажите пожалуйста польши это государство больше ну польши это враг россии это государство да или нет я не думаю что нет факельные вы не думаете что нет это какой ответ непонятно скажите конкретно фашка не факт к больше нет на день независимости в польше факельные шествия украины это мы с вами разбираемся вы с привели методом и потому что факельные шествия я спасет тернебог в чем вы сказали факельные шествия отношение к тернебогу соскочили окей не вопрос вы говорите файл признак фарма это факельное шествие я привожу пример я привожу не перебивать я закончу мысль не надо сама говорить одновременно я провожу пример советский союз факельные шествия здесь в ступоре дальше я говорю польшу на день независимости факельные шествия но вы сами снимали не считаете то есть соответственно факельные шествия это не признак фарма давайте пойдем от другого что такое фас ну скажите мне это политическая режим который приравнивается с к диктатуре либо дисфатизму где запреты на комыслия культа личности тоталитарный режим вы точно это имели ввиду она украине этого нет у нас нет такого она россии у вас есть культ личности нет путин президент мира вот эти лозунки вас присутствует песни про путина владимир путин молодец это все признаки культа личности кстати открою страшной тайны это могут не все при нем воспринимать но тем не менее то один из признаков культа личности не сменяемость власти у вас президент не меняется уже очень долгое время у вас даже конституция изменена чтобы президент мог мог быть больше двух сроков поставлен был ставленник на видео по сути президент не то что имеет право быть два раза подряд он не имеет в принципе билотироваться больше чем два раза поставили медведева на короткий период он снова пошел то есть он сейчас будет идти по моему уже на пятый срок если не наше стоит если немножко сбился со счета он сейчас уже на третьем либо на втором подряд только досиживают дальше запрет инакомыслия любой человек который выходит и заявляет что он примеру есть уже сторонники которые против того что войска заходят на территорию украины это 30 глупо люди которые выступают открытую против этого всего они это у вас в единые штрафы у вас людей объявляют иноагентами почему вас закон об иноагентах не определяет конкретику того что является иноагентом вас по сути по согласно этого закона вот и приписать иноагента абсолютно любому человеку просто он если он будет получать деньги где-то из-за рубежа то есть у вас у вас все это признаки по плюс ко всему у вас время по сумас премьер дуть примеру примеру галкин вот самое первое что мне приходит голову дальше идем пример того что у вас оппозиция примеру одному богу известно кто немцова но у него была открытая антипутинская позиция немцова кто-то кто-то поскольку следствие идет на территории россии давайте откровенно верить этому следствию глупо можете не говорить или говорить как хотите как вы сами считаете правильным сейчас для себя сказать верите в этом следствии либо не верите навальный по моему только будет верить что его посадили там за какие-то там взятки или там что-то еще у него открытая позиция против президента я не говорю что навалит а какой-то святой правильный хороший нехороший но откровенно это все самые яркие оппозиционные партии которые прям именно позиционная оппозиция это мнение отличное от мнения правительства они по сути не существует они задавлены ваша оппозиция сейчас на уровне это коммунисты которые несут ничего не делают либеральные партии те что остались они из либерализма у них остался просто позиция усадить на двух стульях и так далее все то есть у вас оппозиция по сути вот это признаки фашизма причем эти сами партии по сути изначально никакого закона не нарушили россии то есть никто не запрещает говорить что ты против действий правительства это же не запрещено правильно но все давайте еще раз причина вторжение все-таки россии украины вы скажете я не знаю это ваша страна как по мне это основная причина это территориальная империя вы застряли еще старых понятий империализма причем территориальной империализма если я же если обратить внимание как то что такое империя это империя задача это государство империалистическое государство задача которого расширять свои границы расширять территории расширять свою сферу влияния то есть том или ином виде примера есть сейчас по Это экономическая империя. Это по типу как Индия, это по типу как Китай, это по типу как Соединенные Штаты Америки, которые вкладываются в другие государства, покупают заводы, вкладываются в производство. Это называется экономическая империя. Это сейчас довольно-таки распространенно. Оно позволяет нам не участвовать в боевых действиях. Благодаря этому дается плюс государству, которые они это делают, потому что появляются рабочие места, они платят налоги в этих самых государствах. То есть это хорошо по сути для обеих сторон. А есть территориальные империи, задача которых расширение своих территорий. В основном территориальные империи расширяются за счет захвата. И вот сейчас за последний период, за последние 50 лет, если я не ошибаюсь, ни одно из государств ни кусочка к себе не присоединило. Последний кто-то присоединял, что-то к себе, это Ирак. Но мы знаем, чем это все закончилось. Привет. Здравствуйте. О чем поговорим? Стараюсь о чем угодно. Политика, история и война. Политика и война. И история. Сразу одно и то же. Что одно и то же. Есть война в Украине. Давайте политика вне войны. Не могу сейчас. Государство моё. Война идет от вашего государства. Ну, понятно. Поэтому мне интересуют политические причины вторжатия России в Украине. Мне они неизвестны. Вот. Давайте об истории. Я не считаю себя историком, уж точно. Когда возникла российская государственность. Давайте будем считать, что с 887 года. Что? Что 887? 887 год нашей эры. Вы спросили, когда я вам дверю. Причем здесь Россия? Тогда даже Москвы не было. Ну и что? Вы спросили про российское государство или про русское? Ну да, про российское. Я считаю образованием российского государства 887 год. Скажите, пожалуйста, в чем связь между морской свинкой и морем? Однокоренные слова. Морская свинка связана с морем? Физиологически или физически? Нет, не связана. А физиологически? Никак не связана. Учитывая. Я сказал, что физически и физиологически никак не связаны. Вот. Тогда при чем здесь Русь к России? Вы спросили меня мое мнение, я вам ответил. Мне неинтересно мнение. Если мы говорим с вами про историю... Нет, а вы чем вы со мной тогда разговариваете? История это не череда мнений. История это череда фактов. Если мы будем отталкиваться от мнения... В мире возникнет, не подгорай, все хорошо, я же говоришь, я не перебивал. Если мы будем... История это как раз таки череда мнений. Если мы обменемся мнениями, то мы, как минимум, эти мнения, какими-то документами должны подтверждать. Вот если вы говорите мне примеру, что Россия возникла в девятом веке, то, пожалуйста, на какие источники вы ссылаетесь? На основе чего вы строите свое мнение? На основании учебников истории. Каких? В среднеобразовательной школе. Какой учебник? Кто его написал? Вы думаете, я помню, кто написал? Издание Христоматик. Какой мне учебник почитать? 98 года. Вот я могу открыть Рябакова от того же самого. Я могу открыть Данилевского. Я могу открыть Насоново. Это как учебник. Как к Карамзину вы относитесь? Относительно. Я могу их открыть и почитать, что Суздальские земли, это территория, на которой доходит современная Россия отчасти, они никакого отношения к Руси не имеют. Даже тех же самых летопись, которые изучались изначально в 19-20 век, практически других источников не было. Там также указано о том, что Суздальские земли никакого отношения к Руси не имеют. Когда Новгородске едут в Киев, они говорят, поеду на Русь. Еще раз, еще раз. По вашему мнению, когда образовалась Россия? 1721 год. 1721 год. Да, Петр I. Последний царь Московии и первый император. Куда образовалась хорошо Украина, на вашем языке будем разговаривать? 1648 год. Войско Запорожское во главе с Богданом Кмельницком, столицей в Чехирине. Где, собственно, Реонные. Как вы считаете, кто является победителем в Великой Отечественной войне? И второй вопрос, кто является победителем во Второй мировой войне? Во Второй войне, Великой Отечественной войне, так как это считается период Советского Союза и данный момент Российской Федерации. И, в принципе, данный террор обозначает лишь войну Советского Союза с Национальной Германией. И, соответственно, разумеется, Советский Союз. Если Вторая мировая мы берем полностью весь период с сентября 1939 и по сентябрь 1945, то подбедила антигидерская коалиция объединенные нации во главе с Британией, во главе с США, во главе с Советским Союзом. Когда в Украине? В Украине же, я так понимаю, что православная христианская вера, правильно? Ну. А когда начали исповедовать эту веру? В России еще. В 1988 год. Тогда даже не было России, как мы убедились, что Россия появилась. Я сказал, в Руси. В 1988 год. Нет, вы не так. Крещение Руси. Это официально считается. А когда начали креститься тремя пальцами, не двумя? Без понятия, я же не верующий. Так вы же историк. И что я, как относится сейчас к религии, к истории? А только это историческое событие. Для меня нет. Для меня они, когда крестили, начали креститься двумя, от ребят пальцами, они не играют никакой роли. Хорошо. Из-за чего это произошло? Я не буду спрашивать, в каком году это есть или сложный вопрос. Я же сказал. 988. Хорошо. Благодаря чему это произошло? Что благодаря чему? Действительно. Субтитры создавал DimaTorzok